так эфир сохранился чтобы не слетела мы будем маленькими оставлять в записи так структура солидарности следующая она у нас запускается в возрасте 7 до 12 лет структура солидарности это возраст когда ребенок окончательно находит все свои интересы и большая часть его интерес уже перераспределяется во внешний мир в социум коллеги у кого есть дети родственники знакомые 7 до 12 лет напишите если такие есть если вы наблюдаете если вы общаетесь с такими детками в этом возрасте в этом сейчас я выведу табличку чтобы соблюдался баланс быть равным и выделяться быть равным и выделяться сын 7 лет вот отлично 9 лет как раз сейчас будем разбираться с чем сталкиваетесь вот 7 и 9 лет мальчишки такой интересный возраст с чем вы сталкиваетесь самое сложное что для вас сейчас что вы можете отметить в этом возрасте уже в их жизни входит социум и конечно же для них самое главное это друзья и сверстники как мы родители уже отходим на второй план телефон больше ничего не интересно потому что там социум потому что там связь до с друзьями игры и телефон больше ничего не интересно сын одиннадцать спорит как баран лично сейчас посмотрим кроме телефона и игр с друзьями потому что в этот момент решаются для них очень важные вещи что здесь происходит они очень переживают если их не принимают в школе или в классе они начинают создавать свои кружки коалиции секретики вот отметьте родители если они просятся в гости они просят в какие-то компании им им для этого возраста очень важно понять кто он лидер звезда или или он в группе может не выделяться и если он будет не выделяться насколько это для него будет безопасно сын 10 лет всегда отстаивать свое мнение да то есть если он у вас отстаивал свое мнение вот с пяти до девяти в структуре мнений то конечно же он по этой структуре и развивается дальше и в этой структуре солидарности тоже есть ранние и поздняя стадия ранние стадии это равны со всеми а позднее это конкурирующие он просится до другу и чтобы тот пришел к нему это очень важно потому что они могут понять что-то о себе они могут получить обратную связь из этого мира уже шире чем их семья уже им нужно получить обратную связь от друзей и от социума они чтобы сохранить свой статус они становятся колючими вот мамы кто написал что у них дети этого возраста отметьте стали ли они такими колючими немножко агрессивными злыми и проявляются ли у них в классе может они вам рассказывают про то как они дружат против кого-то вот тут начинаются эти травли тут начинаются буллинги здесь начинается хейт да это происходит потому что им необходимо для того чтобы прожить свое состояние с трех лет до семи поменяли множество детских садов вопросы были только от воспитателей с детьми нормально да детьми может быть нормально но дружат они вот в таких компаниях и борются за место в этой группе главный вопрос в этом возрасте кто я в никто я в целом да вот если в структуре мнений у нас был основной вопрос кто я как я к этому отношусь что я думаю об этом уже было я но здесь было именно как я отношусь к тем или иным вещам то здесь то здесь формируется кто я в группе сейчас я прочитаю ваши ответы мне интересно он очень что-то переживает за друга так как у него у него у его друга родители в разводе меня это удивило очень многие детки что я могу видеть из кейсов клиентов уже взрослых лентов которые приносят свои истории очень часто в этом возрасте они являются поддержкой друг другу в таких ситуациях когда разводятся родители когда некому пойти они очень хорошо поддерживают друг друга объединяются и проживают контейнируют друг друга эти состояния им важно главный я или нет вот здесь такая задача этого возраста главный я или нет меня зовут в компанию или нет меня зовут в гости или нет меня приглашают на день рождения к тому мальчику девочки или нет и вот здесь кто я в этой группе он должен получить себе ответ ему важно понять вместе ли я с классом с группой из компании или я изолирован и если я внутри класса то я на периферии или я центр я звезда я лидер эти вопросы устанавливают внутренние его ощущения в этот момент то как он движется и приходит к нему ответ он готов выделяться он готов быть звездой или он готов быть обычным участником этой группы и чувствовать себя хорошо быть на равных со всеми все развивается в этом возрасте вокруг дружбы принятия в компанию с теми эмоциями которые я испытываю с теми правилами которые есть я для себя имею принимают ли меня или не принимают этот возраст очень опасно и очень сложно потому что они часто делают заговоры против друг друга в классе придумывают различные пакости и так далее если развивается ребенок по ранней стадии ранее стадии называется равны со всеми это те дети которые избежали оппозиции которых не ранили в группе которых не вытеснили не изолировали из общей компании и это часто такие дети которые за счет своего свойства такого дипломатичности могли быть примирителем всех в этом классе этот этот ребенок он мог мирить всех тех кто мог объединяться в эти группы и враждовать между собой и тогда у него сформировалась такое качество быть на равных со всеми быть в группе примирителем мир во всем мире не выпячивать себя все интересы и свои желания он будет подстраивать под желание других людей чтобы сохранить себя в этой ячейке что еще свойственно этому возрасту он всячески будет сохранять вот этот коллектив в котором он находится для него это важно причем если в этом возрасте это коллектив школьный то потом такой человек в семье тоже пытается все время сохранять семью быть за семью он может урегулировать конфликты внутри семьи поговорив с каждым отдельно согласовать какие-то важные вещи и все время говорить про целостность про мир про важность про дружбу про то что вместе нам хорошо он не навязывает своей воли он не навязывать своего мнения он не ведет никого никуда на какие-нибудь не за митинги на какие-то движения течение и так далее он не надо он не претендует на свое лидерство и он не будет призывать всех идти за собой его отмечают как мирного как примеряющего всех отзывчивого хвалят хвалят в классе тем самым закрепляют такое свойство этого ребенка в этот момент у ребенка решается внутренние ощущения если я не лидер и не все за мною идут я при этом остаюсь хорошей или нет при этом со мной все в порядке если я не лидер вот это вопрос который присутствует у ранней стадии развития все ли со мной в порядке если я не лидер и не звезда класса если раннюю структуру начинают выделять какой пример привести бывает что человек уже во взрослом возрасте тем или иным образом попадает какую-то к примеру структуру отмечает его качество хвалят и в как бы выталкивает его общество выталкивает в лидерство то ему самому становится при этом очень некомфортно потому что в ранней структуре в ранней структуре если его вы толкнули в лидерство он теряет контакт с группой а как мы с вами только что обговорили он в этой группе чувствует себя нужным важным да таким ну немножко спасателем и поэтому когда его коллектив в лидеры отправляет ему это очень некомфортно если вот у поздней структуры конкурирующей здесь наоборот у него другая особенность если он не стал лидером то он тогда потерял контакт с собой потому что он для себя важен и ценен только когда он лучше вот это отличие между ранней стадии и поздней стадии что мы еще здесь можем отметить у ранней стадии у ранней стадии что еще происходит можно быть звездой выделяться можно быть лидером выделяться можно быть обычным участником группы это это нормально это баланс в этих стадиях у ранней поздней есть такой тоже баланс в котором ребенок может понять что это это нормально это когда у него достаточно поддержки и когда его поддерживают близкие с ним люди как проявляются во взрослом возрасте таких людей называют серым кардиналом позднее какому возрасту начинается ближе к десяти нет мы так не разделяем смотрите здесь разделяется мария да здесь разделяется не по возрастному критерию а хватило ресурса или нет и обычно если человек движется ребенок движется по ранней стадии то он переходит из одной в другую стадию из одной в другую и как правило за ним закрепляется но в терапии может подкорректироваться это раз а еще в пубертате эти стадии перемешиваются и там тоже немножко корректируется поэтому мария я вам отвечаю на ваш вопрос позднее относится не к десяти не к девяти не к двенадцати она относится к тому что транслируют близкие люди как он функционирует в коллективе и на что у него хватает ресурса значит такие люди такие дети они вырастают и становятся серыми кардиналами потому что это люди которые могут договориться со всеми и о чем угодно и на любые темы и переговорив каждого успокоив а потом они возьмут и назначат своего лидера это вот такая особенность сами они в лидера не пойдут но кому-то эту функцию отдадут и будут кайфовать вот такого вот такой расстановки сил до что еще формирует раннюю стадию раннюю стадию вот как раз таки мария отвечая на ваш вопрос раннюю стадию формируют еще различные страхи различные переживания с которыми ребенку пришлось столкнуться и бороться могли быть какие истории то что я из своих кейсов вижу могли к примеру в подростковом возрасте так как здесь такая очень агрессивная стадия агрессивный возраст и из-за того что они бьются за место в группе очень часто они устраивают разборки и я могу из кейсов клиентов сказать что даже девочки они более кусучие и они более агрессивные и очень часто девочки собираются и бьют там какую-то одну девочку которая звезда в классе там или пытается выбиться в лидерство и вот если ребенок увидел что такую девочку где-то забили или как-то ей нанесли какие-то неприятности для него это послужит травматикой для него это будет страхом да для такого ребенка и он уже не пойдет в лидеры для него это будет небезопасно потому что он будет понимать что с ним тоже могут бороться и он не захочет выделяться и он научится проживать свои лидерские качества по-другому вот в такой форме как я вам сейчас рассказала про то как он становится серым кардиналом и может руководить другими людьми спокойно наделяя властью других таким образом он будет проживать свои лидерские качества и стремиться к лидерству вот такой скрытой форме реализуя при этом свои задачи своей самости какие послания важно чтобы родитель говорил ребенку в этом возрасте это у нас семи до двенадцати послание это нормально выделяться ты не обязан всегда приспосабливаться то есть вот таким образом поддерживать ты можешь уважать себя за свои способности у тебя всегда есть что-то в чем ты можешь быть лучше других видите из-за того что у них не хватает немножко ресурса их важно поддерживать так зарема пишет мы ходили в одну школу до третьего класса 3 класса до 10 лет примерно да ну там у него не было друзей я перевела в другую теперь он счастлив как будто нашел себя и весь класс его друзья мне это очень интересно что от класса зависит может от класса зависит может ресурс появился за это время важно как вы его перевели это было в летние каникулы это было в середине года вот здесь может быть в классе поддержали и он нашел по интересам да то есть он как-то нашел там свою функцию и в общем-то нашел свой баланс вот если сейчас все хорошо то значит он нашел свое место и свой баланс в этом в этом в этой ячейке обычно лидеров не обижают но видела такое такое не видела такого по крайней мере обычно лидер собирает вокруг себя всех если уж гнобят то как-то со стойкой слабого по-разному бывают бывает все-таки гнобят и того кто где-то одна компания где-то другая и за что-то борьба там же уже подключается и мальчики и влюбленности так движемся дальше значит мы таких деток поддерживаем говорим им что выделяться это нормально быть лидером это нормально это безопасно что у тебя есть такая какая-то особенность качество где-то ты можешь попробовать проявить себя поучаствовать и это про то что у каждого из нас есть какое-то качество которое можно развивать и транслировать этому миру так что у таких деток что у таких деток по физически в теле проявляется в теле проявляется до продолжается вот эта расшатная походка про которую я сказала в предыдущей структуре мнений и еще у них благодаря из-за того что они такие гибкие они всегда поворачиваются всем телом вот если в поздней стадии в конкурирующей ребенок оборачивается только верхней частью корпуса то в этой стадии он поворачивается всем телом потому что он привык быть гибким подстраиваться и такой функционал в теле у него есть теперь конкурирующий тип позднее это человек который соревнуется с другими постоянная борьба за лидерство он чувствует себя в порядке только в стадии главного только в стадии лидера если не главный если не звезда тогда вообще не надо игра окончена очень часто можно в зрелом возрасте уже видеть людей которые замкнулись где-то которые ушли из социума и это часто может обозначать именно вот такое развитие про то что они хотели быть лидерами не смогли их где-то не хватило ресурса быть лидером быть главным и тогда есть если не главный то ничего не надо если ранний теряет контакт с собой когда он главный то как раз таки позднее когда он не главный что еще мы можем отметить что он все время ставит перед собой серьезные цели он сам себя все время провоцирует на достижение на конкуренцию причем часто с самим собой соревнуется другими ценность для него быть только лучшим и быть только лучше всех иначе я ничего не стою иначе я никто и ничего из себя не представляю понимаете как сложно до таким детям сколько у них теряется ресурсов а особенно во взрослом возрасте когда уже дополняют добавляются какие-то жизненные ситуации и часто непросто происходит послание таким деткам я буду любить тебя если ты я буду любить тебя даже если ты превзойдешь меня я буду любить тебя любого ты всегда смыть и всегда можешь все начать сначала пробуй не бойся ставь перед собой новые цели понимаете почему да потому потому что очень часто они ставят себе серьезную цель не достигают отчаиваются и перестают двигаться дальше перфекционизм да знаете есть такой еще миф сизиза сизифов когда он катит 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 камень в гору а потом видит гору немножко выше бросает это дело и начинает более сложное это вот про таких детей поэтому им необходима поддержка и им нужно говорить что на новой цели ставить можно можно всегда начать сначала можно всегда попробовать даже если здесь не получилось то надо пробовать заново так физически эти детки немножко отличаются у таких детей и у взрослых у них тело ровное если в первом в ранней стадии она гибкая то здесь ровно это такие вот солдаты на службе они поворачиваются всем телом у них нет гибкости и они как бы смотрят на всех сверху сверху вниз они такие немножко задраны подбородком так и здесь вроде бы все сказала послание тоже зафиксировали значит кроме того что у нас есть индивидуальная идентичность мы еще имеем групповую идентичность и вот здесь важно понимать что в каждом социуме вот эти вещи они тем или иным способом поддерживаются и в нашем обществе поддерживается как раз таки ранний ранее стадия и всегда поддерживают делиться со всеми всегда поддерживают подождать всех западная западная группа идентичность она по поздней стадии там наоборот всегда поддерживают лидера всегда продер поддерживают что надо стремиться надо идти вверх не обращать внимание что ты можешь быть не понят это не значит что тебе нужно остановиться тебе нужно двигаться дальше конкуренция всегда приветствуется у нас таким людям конечно тяжело да у нас если лидер выбивается то часто лидера не любят так что здесь еще структуру солидарности мы отметили и в общем-то видите в табличке структуры солидарности заканчиваются здесь по по бодинамике 7 структур и потом идет подростковая пубертат так я сейчас перезагружу еще раз эфир чтобы осталось в следующем эфире и не слетела мы как так как так так